Это возгорание находится в непосредственной близости от села Горячинске и в нескольких сотнях метрах от побережья Байкала. Сейчас на место возгорания прибыли пожарные подразделения поселения. Сообщения о пожарах все больше напоминают сводки с фронта и ежедневно их количество не уменьшается. В одном из самых проблемных при Байкальском районе огонь в минувшие выходные прошел в 500 метрах от нескольких сел в курортной зоне. На этих видеокадрах дым от пожаров поднимается на несколько километров ввысь и закрывает все небо, при этом одновременно полыхая сразу же в нескольких местах. По словам сотрудников МЧС, 8 из 10 пожаров происходят по вине человека. Много таких возгораний за день приходится тушить? Да, приходится. Каждый день по 2-3 фига. А вот здесь, как вы думаете, люди подожгли? От чего все это? Да, это подожгли туристы, скорее всего. Неосторожное обращение. Лесная охрана выбивается из сил. Не хватает людей и средств. Правительство республики экстренно выделяет недостающую тяжелую технику, без которой борьба с огнем бессмысленна. Сейчас Прибайкалье полыхает от края до края. Работают люди как лесная охрана, так и привлеченные люди с Федерального резерва лесопожарных центров с Красноярска. С силами МЧС тоже проводится определенная работа, но это недостаточно на сегодняшний момент. Из-за задымленности авиация не может производить сброса воды. К месту пожара прибыл отряд МЧС из Забайкальского края, но и он передвигается лишь по автомобильным дорогам. Группировка Забайкальского края прибыла в помощь республике Бурятия. В составе 40 человек мы к вам прибыли. На данный момент происходит локализация пожара. Наиболее сложная ситуация сложилась в поселениях озера Катакель. Все минувшие выходные самолеты МЧС Б-200 набирали воду в озере и сбрасывали ее на очаги возгорания. Но и это не помогло. По словам жителей села Черемушки и сотрудников туристических баз, в воскресенье решался вопрос об эвакуации населения из опасной зоны. Эвакуация грозила. Вчера автобусы подогнали в деревню. Ну там деревню опахали, но это все мартышкин труд, конечно. Потому что если верховой пожар-то падет, сгорит все. Но вероятность такая была. Но в затишье, скорее всего, пожар ушел на низ. Ну а низовой пожар уже можно локализировать. Но угроза была. Явная угроза. Похоже, единственное, что сможет сейчас действительно помочь в борьбе с лесными пожарами, это обильный ливень. Но прогнозы синоптиков неутешительны. Осадки ожидаются не во всех районах. Сильный дым не позволяет использование авиации. Тем временем все чаще появляется информация, что масштабы пожаров занижаются. Отметим, проблема с пожарами рано или поздно будет решена, но лишь ценой огромных финансовых трат из бюджета государства. Намсарай, Намсараев, Евгений Павлов. Новости дня. Прибайкальский район.